Всем привет, друзья! В эфире GetLens и у нас сегодня рубрика ответов на вопросы. Где-то две недели назад мы в Инстаграме запустили опросник. Ну, все, что от вас накопилось в Canon, все, что вы хотели задать вопрос, туда можно было излить. Вот, ну и сегодня на них отвечаем. Единственное, что вопросы типа, когда Canon скинет цены или когда он разработает какую-то там штуку, там, либо в программном обеспечении, либо так, это не ко мне, потому что, ну, ребят, я просто не знаю, я лично не знаком ни с кем из руководящих постов Canon, поэтому у меня на этого ответов нет. А вот что касается покупки камеры, какую камеру купить лучше, либо технических моментов, вот это прям ко мне, и сегодня сейчас именно обсудим. Итак, первый вопрос, который к нам пришел. У меня Canon 2000D. Хочу заменить на более качественную камеру. Бюджет 50-60 тысяч. Ну, в данном случае я бы, вот лично, я бы советовал, наверное, Canon 80D. Ну, объясню почему. Во-первых, потому что у вас сохраняется все то, что вот у вас было 2000D. Это классная камера для начинающих, для того, чтобы освоить, войти, так сказать, в профессию, потому что все настройки там очень интерактивные, понятные, подсказки идут, очень все классно. А 80D, вот до сих пор, который используется, в том числе, всякими блогерами довольно-таки известными, так вот, вы получаете еще 45 точек фокусировки против 9U2000D, получаете сразу классный сенсорный поворотный экран, автофокус, дуал-пиксель, это прям пушка, ребята, действительно, если у вас до этого не было, вы попробуете, это классно. Ну, кроме того, сохраняется Wi-Fi и NFC, все такое, и камера действительно, под определение камеру получше, более качественная камера, 80D подходит как ни в себя. Вот у нас одна стоит, по-моему, 51, да, 51 900, вот сейчас вот на момент записи, это какое число, у нас 24 ноября, вот, и в этот бюджет прям входит идеально. То есть снимайте, ни в чем себе не отказывайте. Так, можно ли на Canon RP поставить крупную оптику Canon? В частности, 15-85 мм. Ну, ребята, почему нет? Можно, ставьте с удовольствием, ставьте через родной переходник, и камера при таком сетапе вращается просто вкропнутой, из центра вырезается часть и через нее вещает. То есть у нас по этому поводу уже куча постов было, думаю, вы в курсе. Поэтому, если у вас кропнутая оптика, ставьте, ни в чем себе не отказывайте. Я, правда, немножко не понимаю, для чего это нужно делать, все-таки лучше полнокадриваю, да, ставить. С другой стороны, если вы для видео, то и ход хитрый, соглашусь, потому что кропнутая оптика, там, РП пишет с кропом 1,7, поэтому ход хитрый, одобряю. Вопрос номер три. Новичок, съемки новорожденных и детей до года. Что купить, Canon 6D или Canon 6D Mark II? Ну, ребят, если есть деньги на Canon 6D Mark II, берите же Canon 6D Mark II, потому что выигрыш практически во всем. У вас точек фокусировки больше будет на 3, 4, там, по-моему, 6D Mark II 45, тут 6D 11. ISO рабочая не сильно, но побольше. Dual Pixel Auto Focus, это фишка Canon, которую я только что 80D говорил, она вот в 6D нет, а в 6D Mark II она есть. То есть, автофокус просто, лютый, очень советую. Ну, матрица даже жирнее по разрешению, там, 20 против 24 мегапикселей. Ну, то есть, он во всем. Лучше, это просто следующая итерация, естественно, лучше брать ее. С другой стороны, тут надо смотреть, что у вас в кошельке лежит, потому что кошелек, это классный мерил, он всегда честный, на что у вас хватает. Потому что у вас запрос именно на съемки, он такой, не сильно репортажный, не сильно требовательный. То есть, берете 6D, на нее тоже можно снимать, народ на нее до сих пор снимает, это отличная камера. Другое дело, да, что вот этих всех новомонных фишек не будет, придется снимать через видоискатель и в основном фокусироваться по центральной точке. Ну, она самая точная, самая рабочая, это искренне советую. Во всем остальном, дети у вас до года точно никуда не убегут, репортаж вы не пилите, скорость съемки вам не сильно нужна, поэтому смотрите что по кошельку. Можете брать 6D Mark II? Берите 6D Mark II. Если прям каждую копейку это борьба, там, с семейным бюджетом, то возьмите 6D и снимайте кошелек всему мерилу. Стоит ли менять 6D на EOS R или уже копить на R6? И вот тут, ребят, странная ситуация. Во-первых, у нас выходил ролик, где я вот лично, я в лоб сравнивал EOS R и R6, и по большому счету это было избиение младенца, потому что EOS R выиграла исключительно в разрешении 30 Мп, кстати, против 20. И это не самые сильные разницы в цене, потому что сейчас там трейд-ин, кэшбэк, вот эти все дела, про которые мы тоже в том числе рассказывали. Разница, ну там действительно ну 40, ну 50 максимум, то есть, да, только вы получаете более совершенную камеру, потому что там уже идет. И два слота под карты памяти, и новая система автофокуса, потому что в R6 R dual pixel автофокус с первого поколения, тут в R6 второго поколения. То есть уже точек фокусировки там больше, просто лютая штука, то есть, ну все вообще лучше. И поэтому, если у вас вот сейчас уже 6D, вы продолжаете на него работать, вот так вот глазом на будущее уже смотрите в R6, потому что вот уже сейчас уже со 2 декабря, надеюсь уже ролик к этому времени выйдет, выходит прошивка, которая R5 и R6 подтягивает до уровня флагмана R3, и вот тут как бы R вообще получается, да, то есть немножко отстает, ну уже множко отстает, поэтому я думаю, в условии 2021 века, вот конца, да, и начала 2022-го уже надо отметить уже в R6, но это уже объективно, то есть либочно я сделал бы так, как-то так. Canon EOS R снимает кроп-видео, как РП или полнокадровая? Ну, ребят, тут что R, что РП снимает видео в кроп-режиме, у него просто берется кроп 1.7, и он прям вырезает часть кадра и не с полной матрицы пишет ролики. Единственное, что EOS R пишет 4K в 30 кадров, а у РП 25, и это никак не исправить, то есть, ну это просто разные фегменты, как я уже говорил, РП это легкий вход в экосистему, Canon R это уже чуть-чуть такое, для людей понаряднее, да, вот кто может выложить чуть-чуть побольше, чем 90 тысяч, там 150 те же самые, она сейчас новая стоит, но это без всяких акций, вот, поэтому как-то так. Другой стороны, вот мы сейчас все это видео пишем в 20 кадров, в 30 нам не нужно, и как-то, не знаю, то преимущество такое немножко странное, так что, ну, если что касается, по существу вопроса, да, что там, что там, кроп-видео, никуда вот этого не денется, нужно прям с полной матрицы, надо рассмотреть какую-то другую камеру. Когда VOS R добавит фокус-стекинг? И вот тут это, наверное, самый странный вопрос, на который я не знаю, как отвечать, потому что, по моему разумению, в VOS R есть фокус-стекинг. У него есть функция брикетинга фокусировки, вы настраиваете шаг, вы настраиваете количество кадров, и камера сама начинает от самой ближней точки до бесконечности фигачить вот по заданной программе. Чем шире диафрагма, тем меньше шаг фокусировки, он так будет проходиться. Потом вы всю эту кучу кадров собираете, сосовываете либо в родную программу, там, кстати, тоже очень удобно делать, либо в Lightroom, и выединяете в один классный, жирный, сочный кадр. То есть, если вы спрашивали про какую-то встроенную функцию, то я про нее, честно, уже первый раз слышал, и в РП, по-моему, ее тоже нету. Как-то так. То есть, если я не понял вопрос, ребят, вы напишите, да, автор, кто в комментариях обсудим, потому что, ну, как-то... Я ответил так, а, может быть, вы имели что-то другое в виду, и... Именно поэтому надо уточнить. Canon R6 или Sony A7C? Ну, тут, ребят, ответ очевиден, Canon R6, ну, потому что камера просто сама по себе мощнее. Ну, точек фокусировки больше, там, на 5 тысяч. Сама система автофокуса шустрее, потому что R6 уступает только флагму на A9. Как-то так. Скорость серийной съемки 20 кадров против 10, ну, куда годится, да? Два слота под карты памяти. То есть, вот, в совокупности факторов R6 поинтереснее будет для фотографов просто по всем моментам. Поэтому, если прямо вот у вас какой-то жесткий вопрос, что купить, это или это, берите R6. Ну, выигрыш будет по деньгам больше, тем больше разница между ними и книгами не сильно большая. Какие недорогие крутые объективы подают к EOS R? Вот этот странный вопрос, на самом деле, потому что, ну, опять же, дорогие крутые — это такие очень субъективные понятия. Ну, скажу за себя, допустим, у меня самого EOS R. Классный объектив, на самом деле, на все случаи жизни 24-105 RF на F4. Когда я его брал, конечно, по интереснее по цене был. Сейчас, ну, это прям универсальная пушка, которая у меня с камеры практически не снимается. А из бюджеток через переходник можно накрутить 85-1.8. Он будет еще лучше, чем на всех остальных тушках, потому что, ну, там новый Binance, все такое, новая матрица. Все очень с ним классно будет. 85-1.8 Forella. Из широкоугольников 35-2.0. Обалденный объектив. Просто вот такой для репортажа, для всего остального. Работает отлично через переходник. Картинка просто изумительная. Так, я думаю, если в лоб поставить, допустим, L-ку эту, там фиг отличишь. Ну, они такие недорогие, на самом деле. Что еще полтинник RF-ный взять отлично, то есть STM-овский, тоже стоит, по-моему, 18 тысяч, да. Вот этот классный полтинник под новый Binance 1.8. Рабочая лошадка на все случаи жизни. Вот, я думаю, недорогие. Классные объективы на R можно поставить такие. А там вы дальше уже сами выбираете. То есть, какой у вас бюджет, какие у вас съемки, какие надписи, потому что вам полтинник нафиг не нужен. Или 35-ка. Вот я, допустим, с 35-кой до сих пор не сроднился, у меня ее нету. У меня есть 24. Отличная фокусная, личная для меня. Поэтому тут очень субъективно, но за себя я сказал. Можете принять мою точку зрения. Возможно, она вам тоже понравится. Как на EOS R быстро переключаться между профилем камеры и ISO? Так, ну, все просто. Как бы ISO лично у меня, допустим, как ASR. А, там, на вытянутых руках не глядя, вот. Но это легко, допустим. ISO у меня всегда на кольце управления. Его можно поставить либо на RF-м объективе, вот просто крутите, там ISO меняется. Либо у вас есть специальный переходник, он тоже, конечно, продается, на котором это кольцо присваивается любым предыдущим объективам с байонетом EF. Либо же вот на EOS R есть тач-панель. У меня на ней тоже висит ISO, я могу так пальцем крутить и ни в чем себе не отказывать. Другое дело, что с этой тач-панелью почему-то не все могут справиться. Для меня это загадка, потому что я когда взял, у меня сразу этот палец ложится, и я отлично все переключаю. Но вот лично видел в магазине, у меня жена дома, справиться не может. То ли у меня какой-то палец особенный, ну, не исключаю. Либо вот что-то действительно с тач-панелью не так. А что касается профиля камеры, я так понимаю, это стиль, да, который спрашивается. Только это любую кнопку, которая вам понравилась на корпусе, туда меня устанавливаете на смену стиля, и там один раз нажали, и колесико крутите, и все. Можно слепо это делать, и проблем не вижу. У меня лично так. Правда, стильнее я все равно лезу в меню. Я один раз натуральное поставил, и с него не слезаю. Ну, если прям это требуется, то просто программируйте любую кнопку на корпусе, и вперед работаем. Так, идем дальше. Как настроить чистый цвет в 6D2? Ну, по настройкам, наверное, надо поставить, как вот у меня, стиль нейтральный, потому что он такой немножко приглушает цвета, делает их не сильно насыщенно, и можно как-то так. И снимать с балансом белого по Кельвину, это классная штука. То есть вы сами устанавливаете баланс белого, и независимо от того, какие у вас там добавился, либо какой-то источник сбоку, либо там внесся в сцену, еще что-то, то есть вы при том же самом цвете останетесь. Другое дело, что чистый цвет больше не от настроек камеры зависит, а от условий. То есть снимайте с чистым светом, и у вас будет чистый цвет. То есть все это касается паразитных оттенков на улице, там где вы листве снимаете, просто поставьте себе чистый свет, там, уйдите от листвы. Либо не прислонитесь к кирпичной стене, если вам этого не нужно. То это все паразитные рефлексы, которые могут быть, вот просто их не собирайте, и у вас в итоге будет чистая классная картинка с правильным цветом, которая вашим клиентам обязательно понравится. Так, а так. Так, ну и последний вопрос. Чем отличается автофокус EOS R от R6? Ну, я тут уже сказал. Во-первых, у этих камер разная система автофокуса. В R-ке просто Dual Pixel автофокус, этот, который ей достался по наследству от 5D Mark IV, а у R6 уже второе поколение. То есть там уже покрытие кадра, там, 5000 фокусировки, то есть там очень все это лютое, быстрое. То есть, как я говорил, R6 уступает только флагману A9 по автофокусу, и то там, где прям в ноздрю идут. Во всем остальном, ну, как бы это просто следующая итерация автофокуса, она быстрее, она лучше, она там вцепляется в лицо, ведет. Сейчас еще с новой прошивкой он вообще там, то есть если лицо потерял, он определяет туловище, ведет по туловищу, пока лицо не откроете, либо он его не найдет. Плюс он сейчас еще машины будет определять, водителя в шлеме, в очках, то есть когда от лица вообще ничего не оставляется, еще и людей в маске. То есть, ну, просто этот более обучаемый, более умный, более какой-то такой навороченный автофокус R6. Вот и все. Поэтому, если вдруг у вас действительно думаете купить репортажную камеру, то, наверное, R6 в этом деле особо не особо нужна, потому что она довольно-таки медленная, и R6 в этом плане впереди планеты всей Украины, потому что как по цене она приятная, так и по характеристикам R5 прям для энтузиастов нужна. А R6 это классный такой рабочий средняк, вот в условиях конца 2021 года, и, наверное, в 22-м и еще в 23-м будет работать никаких проблем. Ну, собственно, все, вопросы закончились. Как я уже говорил, вопросы, касаемые цены, не ко мне. Мы периодически какие-то акции освещаем, там, по поводу кэшбэка, по поводу, как там трейд-ин, у нас вот несколько раз посты были, можем напишите в комментариях, если нужно повторить, если какой-то вопрос остался. Потому что, ну, те, та же самая, допустим, на примере R6, о котором мы говорили, а так она стоит, вон, 210 тысяч, а по трейд-ин получается цена, там, 190, по-моему, если перейти в свою камеру. Там надо уточнить момент, мы уже, возможно, правила поменяли. Тем не менее, трейд-ин классная штука. Плюс, вот, если вы покупаете комплект, кэшбэк тоже возвращается. Ну, в общем, там, все кэшбэкские акции, они очень такие клиентоориентированные. Я лично за свой комплект, если бы сейчас покупал, мог бы вымутить 26 тысяч рублей просто сверху и купить себе какой-нибудь еще объектив. Какой-нибудь классный, недорогой, как был ли вопрос. Ну, на этом все, заканчиваем. По поводу следующего вопроса у нас будет посвященный Nikon. Тоже сейчас запустим опросник в Инстаграме. Поэтому, если у вас накопились вопросы к Nikon, ну, не касаемые цены, конечно, пишите, и через некоторое время выйдем в эфир, и все это обсудим. Всем пока, ребята, удачи!